Причем ехал навстречу. Добрый день! Вот эти автомобили, я думаю, тоже многие знают и видели уже неоднократно. Я, получается, выиграл должен был? Да! А что с твоей машиной? Делается? Делается, да, после пожара там есть что поделать. Понятно. Уровень подкапотки. Бог! Привет, подписчики! Сегодня у нас 12 июня. Наступило лето, и я сегодня приехал на чемпионат по дрифту, который называется FIA DC. Проходит он в Риге. Вот так это все выглядит на спортивной трассе, которая называется с озвучным названием Biker, там чего-то. Не могу запомнить, но не суть дела. В общем, я сегодня хочу посмотреть гонку. Сегодня суббота, будет квалификация, топ-20, будут интересные заезды. Приехали самые сильные российские гонщики, не только российские, а вообще все известные, все мировые. Также выступает тут паренек один 16-летний из Латвии. Причем так неплохо гоняет. Вот, мне это все интересно. Также тут много разных блогеров известных. Вот, и надеюсь, что удастся с кем-то поговорить. Может быть, с кем-то из гонщиков, с кем-то из блогеров. В общем, надеюсь, что будет интересно. Мне особенно интересно, поэтому я это все и снимаю, собственно говоря. Ну и надеюсь, что вам тоже будет вместе со мной интересно посмотреть. Вот, сейчас уже скоро будут квалификационные заезды. Буду все по максимуму снимать и сделаю максимально быстро влог из этого всего материала. Так что я иду туда вот на трассу, в поддок, где стоят машины. Вот, надеюсь, сейчас кого-нибудь поймаю. Да, еще хотел сказать, что COVID-19 вносит свои коррективы. Зрителей сначала не разрешили, потом вчера пришла информация, что разрешили только 900 человек. И в первую очередь тех, кто вакцинирован двумя вакцинами, либо кто имеет антитела, кто переболел. Мне повезло, в кавычках можно так сказать, я переболел, у меня есть документы. Ну, я и как медиа был аккредитирован. Вот, поэтому у меня проблем не составило зайти. Вот, а так можно купить билеты, если вы вакцинированы. То легко. Вот, но могу так сказать, что тут прям какого-то такого ажиотажа, аншлага нет. Я так понимаю, что в этом году рассчитано все на онлайн вещание. Поэтому зрителей особо, наверное, не будет. Я, если честно, до этого момента дрифтом сильно не увлекался. Я, конечно, подписан везде на всех, смотрел, но сильно не увлекался. Поэтому хочу сейчас всей этой атмосферой проникнуться, как говорится, вживую. Ну, а дальше будем смотреть. Пока. 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 ох этот запах паленой резины ни с чем не сравнимое удовольствие сейчас вам покажу как устроен поддог техзона вот эти автомобили я думаю тоже многие знают и видели уже неоднократно волга с двумя рулями с мотором джей по моему очень аккуратно все сделано и очень интересно два руля и далее там не вижу с левой стороны тут с правой стороны дрифт такси я не знаю будет она работать наверное будет я думаю можно будет проехать даже шлема есть а а а а а Субтитры подогнали Симон. 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 Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 ну вы сами видели как машины нас на скорости влетают в лужу как бы и сразу разворачивает в общем решили сегодня прекратить и сообщение было такое что надеемся что завтра будет погода лучше поэтому я сейчас тоже уезжаю поеду в гостишку вот у меня из одежды только футболка я оставил все в пресс-центре вот кстати мне там подарки подарили при регистрации как как журналист как медиа термо термо бутылку и очки в общем чуть чуть попозже сделаю распаковку в номере сейчас моя задача аккуратно доехать на мостике до пресс-центра там лежит моя куртка моя защита надеюсь что они там еще там никуда не уехали вот такая вот непредсказуемая погода в латвии в общем то как и в литве погода одинаковая с утра солнце жара я ходил потел сейчас я иду вот по таким вот лужицам но этот день был интересный мне понравилось живую посмотрел на машины на пилотов на всю эту движуху как происходит брифинг вообще это все впервые у меня но тут сразу такие как бы королевские гонки все на сегодня хорош продолжение будет завтра так ребята день 2 чемпионат мира по дрифту в риге сегодня утром было дождливо время уже три часа дня и вышло солнце наконец-то надеюсь что будет такая же погода до вечера значит сегодня тоже были тестовые проезды тренировки с утра я не стал снимать потому что плохая погода в общем сейчас идет топ-16 и уже до до финала рдсовская палатка там можно посмотреть прямую трансляцию тут автомобиль гочи неизменная сильвия 15 вот что-то а 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 для следующей транссиции Touch&Go очень хорошие и Энг поднимается к стене Головня поднимает стену и Энг поднимает сегодня дрифт прямо интересный, прямо злой скорости, конечно, большие сейчас я попробую поснимать сегодня и людей в целом меньше в смысле зрителей и медиа видимо вчера такой был пиковый день самое большое количество участников стоит фланкер Сергея Леонидовича Кабаргина по-моему у него технический сход и я сегодня видел в инстаграме у Цариградцева что второй фланкер тоже там что-то у них захворал вот такая вот ситуация да, сегодня поднялся ветер неприятный белорусская команда русская команда Superhero красота красота в общем это ребята из Италии бешеная Subaru на GZ вперед за ось вынесенная в общем в общем как-то так машина уже с боевыми ранениями у кого-то бампера нет фара треснута у кого-то замята в общем я так понимаю что многие сидят наверное где-то смотрят прямую трансляцию на самом деле все пилоты и все команды тусят на старте возле старта а сюда они не возвращаются вот и сейчас происходит заезда и Цареградцев участвует Лосев участвует то есть наши все за исключением Дидикабы все участвуют Готча участвует ребята из Эстонии уже уезжают оказывается и Макс Миллер тоже участвует на разбитой машине на своей BMW и вот сейчас они стартуют и и Субтитры делал DimaTorzok Так, а вот и машина Макса Миллера Я не знаю, что происходит, но он сюда приехал зачем-то, оставил машину И ушел И, насколько я слышал, он занял третье место Вот, а там едет Джеймс Дин У них должен быть сейчас заезд с Кристофсом Но у него он врезался в стену и сломал подвеску сзади В общем По-моему, гонка завершена, я так понимаю И сейчас уже подготовили все для награждения А вот это них-нак 16 лет парня Поехали сомненько Просто прощал Переходим Конечно Вот такие полторы Я, получается, в игре тоже был? Блядь, да! Аханя, блядей, не работает Слушай, а он за красной чертой Ты видел, что он сделал, когда проиграл? Он даже и коробка не сломал, кипи, ни матери Коробка? Он начал все просто вот так А, и финишки сажировали, мне кажется Какому-то кудому Да, у вас висы? А, ну вот тем более А, да, да, грим Блядь, а где мой Айка-свода, блядь? Айка-свода? Айка-свода? Айка-свода А, попить и пососать Выпить и пососать И пососать Аркаф, а что у тебя сегодня? Аааа, водитель хуёво рулит То есть на машину ты точно ничего не скажешь? Абсолютно нет Она Водитель долбает А, как это, сейчас скажу, рулит и валится? Да, рулит и валится, да За 16 провалилась, блядь, в целом на месте Да, блядь, в целом на месте Это самое такое оконченное место А что с твоей машиной? Делается? Делается, да, после пожара там есть что поделать Понятно Блядь, ты говори Загорелся Это спиртяк? Там Это колесо загорелось, да? Там, короче Не колесо? Терта пизда Шины И плюс крошка Это же горит не колесо не нагруженное, а разгруженное наоборот И ты хуяришь, оно приподнимается, жмешь, машина едет 60 км в час в этом месте, на колесе 180 Крошка горит при 100 градусах всего А дальше уже Там плюс пары еще там Пары, все внутри, масло проливали, все проливали Newton Кал which Huh Привет Чтобы Это место целующихся пар Там ха Не-не пожалуй не буду ставить эту Нет Я сказал Жене, что я не против, а Женя говорит, что Франц, он фиа. Не против, чтобы такое решение вынесли? Не, я не против, давайте Дамира, хватит меня мариновать. Я не был против, чтобы поехать. А Франц, он не может дать заднюю, но так мне Женя рассказал. И он там даже интервью дал, чтобы уже точно забрать слова нельзя. Сейчас старт будет. Ставь, ладно, это все хуйня. Винишка как-то. Здесь, Bringer, вот так вот. Субтитры пишут. О, орла, от этой книги. Субтитры пишут. Субтитры писали. Субтитры писал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, первый раз меня тормознул Мотобат Причем ехал Навстречу Добрый день Нарушаю А? А сколько я ехал? 40 Да ладно, не может быть такого А тут можно? Плохо Так Что вам нужно? Техпаспорт, да? Техпаспорт Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok